Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания рада вас видеть на канале Лилия Франц. Итак, девчонки, сегодня снова чисто женский влог, который будет посвящен модной одежде. И сегодня я хочу показать свой заказ, который я сделала на сайте Shein. Подарок, который я подготовила для нашей старшей дочери Наташи. И также выполню просьбу некоторых моих подписчиков и покажу, какие жилеты я ношу осенью. Итак, начнем с моего заказа. В этот раз я заказала абсолютно три разных жакета. Это первый вариант, вы его можете видеть здесь. Это белый жакет классического кроя, который на одной пуговице. И в нем есть одна очень интересная деталь. Изюминка этого пиджака это вот эти вот оригинальные рукава. Они выполнены из кружева. И поверьте, такая модель будет сочетаться с любым платьем, с любым цветом. И вы будете выглядеть не только элегантно, но и достаточно шикарно на любом мероприятии. Вот эти вот рукава и сам белый цвет это огромный плюс у этой модели. Следующая вещь, которую я решила заказать для себя, это вот такая вот интересная куртка, которую можно носить и как спортивный вариант, поскольку она имеет кроль более спортивным. Но благодаря меховой отделке, здесь вот на рукавах и на талии вставки из искусственного, очень приятного, очень нежного меха делают эту куртку не совсем спортивной, поскольку если вы оденете классические серые, черные или белые брюки, то будете выглядеть достаточно интересно. По бокам у куртки очень удобные глубокие карманы. Курточку можно стирать без проблем в машинке и внутри она идет на подкладке. Качество вещи прекрасное. Единственное, что хочу заметить, если вы носите размер М, заказывайте размер Л, поскольку курточка немножечко мало мерит. Я всегда, когда заказываю какие-то вещи по интернету, я всегда читаю комментарии покупателей, поскольку люди уже купили, многие даже выкладывают фотографии вещи, которые они получили, и мне это очень нравится. Так что заказом я очень довольна, смотрится классно, стильно, и носить я буду этой осенью вот эту курточку с большим удовольствием. И вот этот вот невероятно красивый классический удлиненный жакет я заказала специально для Наташи. Дело в том, что когда мы с ней этим летом делали покупки на скидках, она мерила практически аналогичную модель. Возможно, это была именно вот эта модель, но не было ее размера. Жакет ей был немножко маловат. Он изготовлен в Турции. Качество материала больше написано 100% хлопок, но мне больше именно сама фактура ткани напоминает лен. Смотрится он шикарно. Цвет, ну, надеюсь, камера передает. Если нет, это, знаете, такой темно-васильковый, очень красивый такой насыщенный синий цвет. Сзади он также, покрой идет, как и у белого пиджака, по фигуре. Крова три четверти украшены вот такими вот пуговицами серебристого цвета. И модель мне очень понравилась. Надеюсь, Наташе она тоже понравится, и ей такой подарок доставит удовольствие. Ссылочки на все модели, которые я показала, вы найдете под вот этим видео в инфобоксе. И сейчас я продолжу свой обзор. И это будут жилеты. Это вот такой вот, начать хочу с вот такого вот классического жилета. из джинсовой ткани, и он у меня, это укороченный вариант. Ну, в принципе, я думаю, что у каждой девушки, женщины, есть что-то подобное в ее гардеробе, поскольку это такая вещь, которая, во-первых, вне моды, во-вторых, она очень практичная и подходит, в принципе, под любой стиль. Джинсовая одежда, чем она уникальна? Она, с чем бы ты ее не скомбинировал, всегда будет в тренде. Смотреться всегда будет интересно. Она не мнется, она не трещит, и очень удобная в носке. Я люблю этот жилет, я его часто одеваю, особенно, когда вот с утра прохладно, ну, и не хочется одевать какой-то свитер или тянуть с собой какую-то куртку, ты накидываешь вот такую вот жилетку и бегом побежал туда, куда тебе нужно. Так что, девчонки, если у вас еще нет вот такой вот вещицы, подумайте над ее приобретением. Следующую модель, я думаю, многие из вас видели в моем обзоре с заказа тоже сайта Shein. Это вот такой вот удлиненный двубортный жилет, который идет под пояс. Этого жилета два плюса. Это его длина, поскольку даже если с утра прохладно, но у тебя в планах одеть или короткое платье, или короткую юбку, то его длина спасет тебя утром, когда достаточно прохладно. И, естественно, изюминка этого жилета – это его очень красивый цвет, цвет манго. Даже если платье или блузка черная, серая, ну, в общем, такого достаточно грустного, скучного цвета, то если надевать вот такой вот жилет поверх этой пасмурной одежде, то вы всегда будете выглядеть ярко, свежо, солнечно, и даже в дождь и в какую-то пасмурную погоду вы будете выглядеть ярко и красиво. Я очень люблю этот жилет, часто его одеваю, и стирки он не боится, гладить его не нужно. Постирал из машинки, достал, повесил вот так вот на тремпеле, он высох. В общем, модель просто замечательная, я ей очень довольна. И также могу посоветовать, если не эту именно модель, но модель именно удлиненного жилета. На осень это просто топ. Следующая модель – это меховой жилет из лисички. Он средней длины, с кожаными вставками по бокам, и вот с такой кокетливой пряжкой на спинке. Это также мною горячо любимая вещь, особенно когда наступают холода. Я живу на юге Франции, у нас в принципе как таковой зимы не бывает. И вот такие вот вещи, вот такие вот жилеты, они просто спасители. Поскольку, когда ты одеваешь теплый свитер, и поверх свитера вот этот вот жилет, ты практически имеешь зимнюю одежду. Из-за того, что у нас частенько бывают очень неприятные прохладные ветры, это такие ветры, как мистраль, то такая вот меховая штучка – это верный спутник в такую не очень приятную ветреную осенне-зимнюю погоду. Ну и следующий жилет, он мне не только дорог, как любимая вещь, но и это сувенир, который я привезла из замечательного города Львов. Он изготовлен в таком национальном стиле западных районов Украины. Сделана работа очень качественно, и могу даже сказать больше. Жилеты такого плана я под заказ привозила многим своим приятельницам-француженкам. Жилет очень теплый, он очень удобный, практичный. Смотрится оригинально, его можно одевать как под пояс, так и без пояса. Застежки тоже такого национального стиля, они идут вот такими вот оригинальными пуговицами в виде треугольника. Ну, в общем, этот жилет достаточно оказался популярным у французских модниц. Но я их прекрасно понимаю, потому что, помимо того, что он и смотрится очень оригинально, стильно, и такую модель во Франции или, по крайней мере, в Европе не найдешь и не купишь, что ты не как все. Но он еще и очень теплый, очень такой приятный, мягкий, домашний, уютный. Ну, в общем, я обожаю вот эту вещицу. И всегда, когда я одеваю, я вспоминаю о нашем путешествии в город Львов, который город очень люблю. Я этот, мне очень понравилось там. И, наверное, еще и положительные эмоции, положительные ассоциации дают вот такое мое теплое чувство, такое вот отношение именно к вот этому жилету. Так, девчонки, ну, на сегодня это все. Все, как я уже сказала, ссылки будут под видео. Большое спасибо за интерес и внимание к моему каналу. Если вы еще не подписались, то буду рада, если вы присоединитесь. Не забывайте нажать на колокольчик, который находится возле кнопочки подписаться. Таким образом, вы всегда будете в курсе, когда выходят новые видео на канале Лилия Франс. Ну что ж, всем хорошего настроения, приятных покупок, теплых, солнечных, осенних дней. И до новых встреч на моем канале, в моем новом видео. Пока-пока.